Ладно, вроде работает, ребят. Ребят, работает? Давайте, мне нужен ваш фидбэк. Мне нужно, чтобы вы сказали, что Чувак, всё работает, всё нормально. Работает, да? Всё, хорошо. А то он мне три раза переключался и не хотел почему-то врубаться. Ладно, теперь у нас всё нормально. Вторую карту, ребят, смотрим. Команда Сайфер у нас выиграла карту. Первую, поэтому смотрим. Вторую, это карта King's Row. Что у нас по составу команд? Солдат, Зиньят, Обезьяна, Генжи, Лусио, Рейнхард. В составе команды Project X. Ну что ж, захват точки. Опять же, нужно груз перевести. Соответственно, у нас жнец. Фара. Кстати говоря, фара на этой карте очень хороша. Потому что, действительно, маленькие дистанции достаточно, но много очень пространства, над которым можно летать. Соответственно, Лусио, Рейнхард, Зиньят и Макри. Вот такой вот состатчик. Команда у нас защиты. Пока что смотрим за Касом, который за солдата очень неплохо двигается. Сразу же пытается отстрелить фару. Фару отстреливают всё-таки Латроми в прыжке. Также минус Лусио. Но вот пытаются всё-таки ребята из атаки набрить у нас игроков защиты, что у них, в принципе, удаётся. И сейчас бы начинает захватывать точку. В итоге солдат минус Зиньята и укрывается очень хорошо. Рейнхарда не даёт ему ничего сделать. В итоге ещё убивает Генжи. И в итоге захват объекта. И походу быстро ЭГГ нас ждёт, ребят. Быстро ЭГГ. Очень быстро выбили точку. Груз у нас появляется. И, соответственно, можно уже его передвигать медленно. Ну, верно. Рейнхард, понятное дело, у нас как периферийный защитный шилд. Солдат очень хорошо контролирует, на самом деле, все точки. Опять же, у нас есть Зиньята, хороший который очень много и хилит, и дебафы кидает. Макри не дают пока что сверху играть. У Макри, кстати говоря, есть уже так же, как и у Генжи ультец, который можно использовать. Пока что очень плохо и Лусия передвигается и стреляет. Ну что ж, посмотрим за Рейнхардом. Рейнхарда 1600 блока осталось. Соответственно, сейчас будет врыв, похоже. Сейчас будет врыв. Да, есть у нас врыв от Рейнхарда. Сразу же пригвозил другого Рейнхарда. Постоял щит. Опять же, у нас также есть щилд от обезьяны. Пошел Сайфер у нас нарезать, я так понимаю. Да, Сайфер минус 3 дал в итоге. Ну и пока что остановили атаку. Но надолго ли? Вот в чем вопрос. Давайте смотреть от первого лица за Сайфером. Нет, давайте посмотрим, где вообще у нас находятся атакующие ребята. Они только сейчас с базой идут, и это большая проблема. Сайферу интересно позвать на самом деле. Сейчас может зайти в спину. Он прекрасно слышит, что слева где-то противники есть. И... Пах... Нет, не пойдет в спину. Будет атаковать лицом к лицу. Ладно, смотрим, что у нас Рейнхард атакующей командой будет делать. Обезьян, понятное дело, на груз поставил сразу же. Шилд, ну и Рейнхард пока что пытается пробить оборону, но бегают все рандомно немножко, как по мне. И да, минус от Павла произошел. Груз пока что движется, все хорошо у них. Пока что отступают защитники. ждут, видимо, как раз таки Сайфера, который сейчас только выходит с базы. Ну и давайте, наверное, все-таки смотреть за Рейнхардом. Когда же Павлик у нас ворвется. У него есть, да, ультес, очень хороший ультес. Приквозил сразу же еще одного. В итоге Павел Шэдоу делает по минусу. Кулир еще. Лишает, правда, только двоих. Шэдоу еще минус шарик. В итоге очень хороший тимвайп произошел у атаки. И теперь они могут еще больше продвинуть тележку ближе-ближе к назначенной точке и скоро мы увидим ГГ. Потому что еще целых 6,5 минут. Если, конечно же, оборона сможет выбить, тогда будет все намного лучше. Ну что ж, Макри. Посмотрим за ним, потому что у него есть тюльта. Возможно, он ее воспользуется. Возможно, кого-то убьет. Пытается все-таки продавить. Шилд, шилд продавливается. Что ни странно, потому что очень много на самом деле урона вносит револьвер Макри. Ну и он видел, на самом деле, что со второго этажа где-то есть противник. Если сейчас Рейнхард или кто-то еще полетит, то да, будет ешенька. Ну что ж, Груз все-таки едет. Мало-помалу. И Рейнхард влетает другого Рейнхарда. Тут же и Макри сразу подключается. Убивают они на пару все-таки этого игрока. Ну и все-таки выбили. Выбили. Оспаривается у нас с защитой Груз. Ну и теперь осталось выбить его и доехать до конца. Потому что до конца осталось совсем чуть-чуть. Интересно. Скинул зиньяты, но не за этим мы сюда пришли. Мы пришли для того, чтобы посмотреть смогут ли команда капитана Шэдоу закончить все-таки этот раунд в свою пользу. Солдатом. Солдат. Сайфер. Сайфер. Где у нас Сайфер? Сайфер под ультой зиньяты ультует и... И... Нет, только двоих убивает. Только двоих убивает. Но этого достаточно вполне, чтобы остановить, опять же, Груз. И Груз никуда не едет. Так, ну что же. У нас есть ульта у солдата, есть ульта у Генжи. В принципе, Генжи тут интересно, достаточно двигается. Я не понял, куда он. Обратно куда-то уехал вообще. В итоге у нас, опять же, два Шилда и пытаются дойти до груза, чтобы его все-таки выбить обратно к себе. но вот Шилд у... Кто это, блин? Павел. У Павлика, господи. У Павла. Заканчивается, появляется новый и сейчас будет вруч. Скорее всего, у него также есть ульта, которую он может достать спокойненько троих игроков, как можно заметить, через стену, что там действительно можно троих спокойненько заултить. Ставится, опять же, обезьяна залетает, ставит Шилд. Рейнхард уехал вместе с обезьяной. Надо обезьяну срочно в порядке убить. Ну что ж, будет ультец. И... Нет, надо, он не будет уже ультовать. В итоге Кензи зашел в спину. Зинья-то все-таки сопровождает вместе с своими тиммейтами, вместе с Шэдову, кулером, груз. Медленно, наверное, они все-таки проезжают. И... Где дебафы? Где твои дебафы? Где бафы в итоге? Смотрим, давайте, со второго этажа. Пытаться, опять же, выбить, потому что отдали, отдали они груз, поняли, что втроем им не довести до конца. Шарик и Сафир. Не, за Сафиром надо смотреть. Все, я за Сафиром смотрю, потому что это реально убиватор. Это просто... Кензи, Шарик... Не, ну, блин, тут все убиваторы такие жесткие, что я даже не знаю, за кем смотреть постоянно. Но за Сафиром будет самое интересное посмотреть, потому что он сейчас заходит в спину противником. У него есть почти ульт, я 24% еще осталось. Понятное дело, что в инвизии в неуязи, точнее, уходит. С дальнего расстояния достаточно плохо прибивает, но по области все равно попадает по щиту, соответственно, что ему и нужно было. Заходит, опять же, в спину. Немножко атаку размонсовал. Убивает все-таки обезьян, которая, кстати говоря, была в ульте. У него было 1000 хп, в итоге Синята ультует. Хорошо залетает Сафир, но и тут должен Сафир... Да, уже поздно ультовать, на самом деле. И без ульты Сафира забрали спокойненько. Минус от Анака. Опять же, груз останавливается и 3 минуты до конца этого матча осталось, господа. А было, знаете, голосовые сообщения вот этих ребят. Ой, что сейчас будет? Ой, что сейчас будет? Минус обезьян, понятное дело. С такого расстояния сразу же ваншотится, по факту. И ульте Сафир разлетает, господи! Это вайп-тим, просто! Остается только один кулер и латро мид. Минус 4 от Сафир как... Я не знаю, на самом деле. Не, на самом деле там даже минус 5 было, ну и Сафир просто решает судьбу людей, я не знаю. Будем смотреть дальше за Макриу. У Макри тоже есть ультес, на самом деле, с дальнего расстояния. Опять же, пытается пробить только щил. Тут Макри, знаете, пока что если врывается кто-то, он ешку прожимает, а так он чисто пробивает щит. Но Сафир красавчик, конечно. Вы у меня в прицеле и просто Макриу ультанул, никого не убил. Так же Макрия, противоположная команда, может спокойненько сделать все, что ему надо. Ладно, в итоге Макрия у нас меняет позицию. А вот у Сайфера опять же очень хорошая позиция, заходит нам в спину. Ну что ж, сколько минусов он даст на этот раз? Походу, нисколько, потому что нет, все-таки одного все-таки успел забрать и ушел в неуязд. Два кружка, сделал почета и дальше на Дзиньяту пошел. В итоге Павлик все-таки его срубает спокойненько. Анак, давайте посмотрим за Анаком. За Дзиньяту он очень неплохо отыгрывает. Так, Ф9. Очень много килов причем делает и очень хороший сап, дебаф и все дела. Пошел Дзиньяту в ульту. Три секунды, соответственно, у него еще остается для того, чтобы выжить. Минус от Анака, минус от Шарика. Ну и походу все-таки ребята из защиты дожмут, дожмут до конца. У нас оппонентов заряжает, кидает Сайфер. Опять же ульта у Сайфера. Надо телепортироваться наверх в точном порядке вместе с Генжи. Генжи будет отвлекать на себя все внимание. А Сайфер может спокойненько влететь, но у него немного другие планы. В итоге под бафом Генжи Кулер бегает у нас. Молот пошел от Павла. Сайфера убили спокойненько. Кензи, Кензи, где же Кензи? Кензи упал! Господи! Кензи упал и возможно это будет Груз дойдет до точки направления... До точки последней и похоже да, все-таки все-таки атака смогла победить. Как бы Сайфер не старался, но сейчас это будет лучший момент матча кстати говоря у Сайфера. Нет! Опять Павел! Да что ж ты читер-то такой, Рейнхард? Реально, у нас либо Павел, либо Рейнхард... Но они еще при чем-при всем были под ультой Лусио все и просто их так жестко пробили. Я не знаю, это не лучший вообще, ни разу не лучший как по мне момент матча, потому что увидели, Павел просто взял, ультанул и начал во все стороны махать своим молотом, плевать куда. А у Сайфера действительно был интересный момент, когда он сначала обезьяну сверху убил, потом еще упал с ультой, все замечательно сделал, тим вайб сделал и просто Павел... ПАВЕЛ! Лучший момент матча, окей! Все Рейнхарда машут во все стороны, ну знаешь, это как будто... Ну, я, ладно, не буду обижать просто людей, это можно было бы как... Ну, вы поняли, ребята. Наркомания! 18к заблокировано, кстати говоря, да. Это жестко, это очень жестко. Так, ладно, теперь у нас команда кулера Project X будет в защите. Они первый раунд взяли на второй карте. Возможно, это будет даже первый раз 1-1 у нас по картам, потому что все предыдущие матчи заканчивались 2-0. Грустно, детская ушла вперед, ну это, блин. На самом деле, у меня было чисто, вот знаешь, Team Vibe, благодаря которому за крысавчика, минус 6, чисто дал минус 6, то льдой 4-х забрал и потом еще добил двоих. И в итоге мы захватили точку, но при этом минус 3 от Ханза почему-то стал... Я до сих пор не понимаю, в общем-то, как это делается. То есть реально, я сделал просто, я затащил катку, но при этом это не лучший момент матча был. Непонятно. Так, опять же, King's Row, опять же, очень близкий дистанц, на самом деле, по сравнению с как ее, господи, на Нагасима, Нагасаки, я забыл, просто как называется эта карта чертова, ненавижу ее. Нумбани, господи, Нумбани, точно. Нумбани. Игра тебя ненавидит. Ну да, может быть. Во время, за которое ты нас широку набиваешь, так Локи. То есть, чем меньше времени, тем лучше? Лучше момент как раз ты защитил катку, разве нет? Походу нет, потому что я тебе говорю Я сделал на точке, на точке, да Тим вайп, полностью, соло Закрысавчика Захватил после этого точку Вместе с фарой И мы захватили первую точку Таким образом, вторая точка уже по-другому Там захватывалась, но Поэтому я не знаю лично Как вообще это все происходит Ладно, уже на точке есть у нас Два игрока, это были Лусио и Солдат, солдата и Лусио Сразу же уничтожили, Жнец Продолжает нарезать, кто это у нас? Это Каз, это Каз Нет, подождите Это же за атаку, это Сайфер Это же Сайфер, на Жнеце он очень хорошо отыгрывает Он понимает, что С этим пушек в близком расстоянии Просто такой бешеный Такой бешеный дамаг А у нас там, кстати, Форсакин развлекается Минус два дает спокойненько Ну и очень быстро захватили на самом деле Груз Возможно будет даже на второй карте 1-1 по раундам Ну и Груз поехал И у него есть целых 7 минут Для того, чтобы дойти до конечной точки Как Сайфер мансует? Ну посмотрите только Ну и увидим, что с такого расстояния там дамаг такой себе Ладно, у Павла есть, кстати говоря, ульта Ультец пошел! Двоих все-таки застанил Минус шарик смог сделать Это все, что он успел сделать на самом деле Потом его сразу же убили Ну и посмотрим Ооо, минус Сайфер Отлично отыгрывает у нас Кулер На Рейнх... Ой, на Рейнхард, я говорю На Макри Но вот с Генш действительно очень трудно справиться Особенно, когда парень Свои уклонения от пуль использует Да, но Шедо очень жестко отыгрывает на самом деле На этом персонаже Кстати говоря, почти половину уже проехали, ребята И, возможно, мы здесь увидим тоже Точно такую же атаку Оооот это встреча! Понятное дело, сразу же Надо уходить Хорошая ульта от Зиньяты Сейчас будет Генш заходить в спину Заультует! У него есть 8 секунд, чтобы Убить как можно больше человека У нас также есть два минуса от Сайфера Шедо делает также минус Ну и похоже, игру все-таки доедет до конечной точки Сайфер идет в атаку, чтобы не дать просто так ребятам Выйти с базы Ну и достаточно неплохую позицию занимает Выжидает, на самом деле, знаете Это есть такие персонажи, которые должны просто выжидать И заходить в спину потом Вот, Сайфер как раз-таки один из них Обычно это трейсерка делают Ну, ладно, необычно Я не знаю, как обычно на самом-то деле Ультец от Лусио Конечно же, тут очень много армора И очень трудно, что не все это дело пробить Там по 600 хп у каждого, можно сказать, буквально Но, смотрите, все-таки делает минус по солдату Солдат отлетает У нас также Фарсакин отлетает первый Поэтому выезжает Шедо остался только единственный на точке У груза Ну и пытается здесь как-то исправить И очень-очень грамотно мансует Пытается все-таки убить Лусио, как минимум Остается у него мало хп, поэтому, понятное дело, ему надо ухарить Все-таки Павлова успел убить Перед тем, как взять хпшнику Ну и очень хорошо мансует Прямо душа радуется Господи, Сайфер Посмотрим за Сайфером У него 228 хп В принципе Благодаря телепорту он может пойти сейчас на второй этаж Но вот тут очень маленькие проемы Очень маленькие проемы, благодаря которым может Сайфер здесь нарезать очень много дамаги Баф пошел от Лусио Ульта от Рейнхарда защиты Но никого не застанет В этом большая проблема Фарсакин шарик Все-таки делает два минуса Также Сайфер минус Лусио Пробивает защит Рейнхарда Его сразу же разбивают И опять же захватили Захватили атакующая сторона А это Сайфер А это же Квейк Фортрес Груз И едут до финала просто До финала едут, ребята Ну что ж Макри очень хорошо ультанул О, не ультанул А Ешку пробросил Стан, да И благодаря чему Сайфер с ним смогли убить другого Макри Ну что ж, почти доехали уже, ребята Давайте будем смотреть, наверное, за Ой, Павел уже умер Кулер, кулер Давайте за кулером хотя бы посмотреть Нет, ни за кем не успел даже посмотреть Ребята Все-таки доехали Это 1-1 На второй карте И сейчас будет третий решающий раунд Я так понимаю Лучший момент матча Нет, так, подождите Да, у нас первые выиграли Раунд Project X А сейчас выиграли у нас, соответственно Команда Квейк Фортрес Да, ну Лусио, конечно, здесь неплохо сыграл Очень неплохо Он там и два минуса на базе их дел И выполнение задачи 1-47 Нормально Защитных содействий и участие в 49-ти убийствах И у нас ребята выходят Значит, я что-то перепутал, да? А, они быстрее взяли по этому виду Все, понял 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 Да, затупил бывает Не будет тупо по времени Так, а у нас Project X на минуте закончили А эти ребята на пятой минуте закончили То есть, соответственно На 4 минуты быстрее это все дело сделали И, соответственно, у нас выходит Финал Квейк Форта Да? Я же правильно все говорю? Сайфер выиграл, да Значит, правильно говорю Ну что ж За третье место и финал остались У нас два матча всего лишь Соответственно Надеюсь, что сюда Сюда же будут всех закидывать Ну и я, ребята, остановлю Запись для Ютуба